Я вчера перед сном перестилаю постель дедушке, и у него звонит городской телефон. А на городской нам звонит только дедушкина девушка. Ну, он такой берет трубку, а я продолжаю свои подушечки взбивать. И он такой, да, ребра сломала. Я как сурикат такая встала, ну, потому что у дедушкиной девушки нет никого. А она такая веселая барышня, она может то шейку бедра сломать, то две руки сразу. И я понимаю, что сейчас Чипом и Дейлом нужно мне быть, да, и в ночи, вот это в 21.02 ехать и спасать. А мне вообще прям вот как-то, ну, в планы это у меня не входило. И он ко мне поворачивается, не отрывая трубки, и говорит, а Филинка, ты сейчас в больнице со сломанными ребрами, а девушка, которая из-за тебя пострадала, в реанимации, нужно 900 тысяч, 200 они нашли, надо еще 700. Ну, в общем, когда я уже взяла трубку, никто со мной не стал разговаривать, по всей видимости, я не располагаю к беседам, по телефону. А вообще предупредите своих бабушек, дедушек, родителей, чтобы они в этот момент перезванивали вам. Потому что если звонят из полиции или из больницы, то они не так представляются, не просят денег, и вообще это по-другому происходит разговор, если кто-то, кому-то когда-нибудь звонили, то вы знаете, да. Говорить об этом я не буду, поскольку посмотреть это могут и аферисты-мошенники тоже, да, и будут знать, как правильно представляться и толкать свои услуги, скажем так, 200 тысяч они нашли. Интересно, где они нашли 200 тысяч? Я бы тоже туда пошла поискала, вот мне бы они не помешали.